Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно, кстати, подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов. И сегодня мы с вами будем готовить плов, но не совсем обычный. Мы сделаем его в духовке. Нам понадобится 1 стакан риса, 2 стакана воды, 1 столовая ложка растительного масла, сухой барбарис, примерно 1 кг, ну, грамм 800 куриных бедршек, морковка, лук и специи. Здесь у меня соль, сухой чеснок, хмели-сунели и паприка, примерно по 1 чайной ложке. Для начала мы с вами замаринуем куриные бедра. Мы их промываем, вытираем бумажными салфетками и натираем специями. Я сейчас все специи добавлю в миску с бедрышками и потом вот так вот руками все это хорошенько перемешаем. И чуть не забыл, сюда же мы добавляем растительное масло. Дальше мы курочку оставляем промариноваться, примерно, ну, хотя бы 30 минут при комнатной температуре. Если у вас время позволяет, можно ее убрать в холодильник и оставить на пару часов. Пока курочка у нас маринуется, мы подготовим овощи. Здесь все то же самое, как для плова. Морковь либо натираем на терке. Да, тоже хочешь морковь? Либо натираем на терке, либо нарезаем брусочками. Лук режем полукольцами и все это дело вместе обжариваем растительным маслом. Морковь либо наточьем полукольцами. Нам нужно овощи довести до полуготовности, потому что они у нас потом все равно будут долго стоять в духовке, но они должны быть уже размягченные. Кстати, морковь, как я уже сказала, можно натереть на крупной терке, но мне больше нравится, когда она порезана достаточно крупным брусочком, потому что так чувствуется ее вкус. А когда на терке натираешь, мне кажется, морковь вообще в принципе не ощущается. Ну что, у нас с вами все готово, и теперь мы собираем наш будущий плов. Мы берем форму для запекания. У меня вот такая вот кастрюля с крышкой, но можно использовать и обычный стеклянный противень. Главное, чтобы у вас тут вообще уместилось, и учтите, что рис два раза поднимется, когда набухнет, поэтому берите форму соответствующего размера. Что мы сейчас делаем? Мы с вами пересыпаем промытый рис в кастрюлю и наливаем воду. Рис замачивать не нужно, его нужно просто хорошенько промыть. Не забываем рис немножечко посолить. У нас курица достаточно хорошо соленая, но чуть-чуть соли все-таки не помешает. Теперь сюда насыпаем сушеный барбарис, ну примерно 1-2 столовые ложки. Я просто обожаю плов с барбарисом, и без него себе плов очень плохо расставляю, поэтому стараюсь всегда использовать, когда у меня дома есть. Насыпаем барбарис и добавляем обжаренный лук с морковью. Теперь все это перемешиваем и сверху выкладываем куриные бедра. Бедрышки слегка утапливаем, немножечко так вот, чтобы они тоже были покрыты водой. Мы с вами накрываем форму крышкой или фольгой, если крышки у вас нет, и ставим в разогретую духовку. Духовку у нас примерно на 190 градусов, готовим примерно час. После чего мы крышку снимем и примерно на 10 минут поготовим курицу без крышки, чтобы она у нас подрумянилась. Можем даже будет включить верхний нагрев или гриль. Друзья, я впервые готовила плов, ну если это блюдо можно так назвать в духовке. Мне очень понравилось, потому что наша замаринованная в специях курочка, она лежит у нас сверху риса. И когда она готовится, она пропитывает рис вместе с овощами. Ну это просто что-то невероятное. В итоге у нас получился полноценный ужин и второе, и гарнир, и все в одной посуде. Пробуйте приготовить по этому рецепту и пишите ваши отзывы в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok